В гостях у нас Ирина и Сергей Кулаковские, заводчики палочников. Палочник у меня слева, это не Руслан. Вставай отсюда, Руслан, боишься, вижу. Это палочник, но это девочка, да, Ирина? Да. А как вы поняли, что это девочка? В размножении участвуют только самки. Они приспособились жить без мужчин. Размножаются они только самки, но и рождаются у них только самки. Мужчины есть у них вообще? В природе есть, в домашнем разведении нет. А ну они не нужны просто зачем? Пока они размножаются, отламываются, отпочковываются? Нет, они размножаются яйцами. Они откладывают яйца, через два месяца начинают улыбляться вот такие маленькие детки. Слушай, они не опасны, тебя не улыбсят. А можно еще повыше поднять, чтобы на ту камеру показать? Вот на большом палочнике сидит мини-палочник. Ирина Сергеевна, расскажите, как вы вообще к этому пришли? Откуда взялись палочники у вас дома? Вообще год назад меня приобрела в зоомагазине их мама. Мы всей семьей, конечно, фукали-фукали. Но со временем они настолько нам показались милыми. Полюбили их, что убежала? Нет, я потрогал за хвост, и она хвост подняла. Что мы решили их тоже себе приобрести. Дорогущие палочники сейчас? Нет, они стоят в районе 100 рублей. Серьезно? Одна штука 100 рублей? Так можно, почему я, надо было штук 20 купить? Ну подожди. Зачем мы купили? Три, посмотрите, сколько у нас детей. Да, сколько теперь детей? Давайте посмотрим. Вот здесь, по-моему, штук 15 сидит. Еще дома у меня в контейнере где яйца, еще 25. И они вырастут вот в такие? Это максимум? Ну нет еще. Может еще побольше? До 12 сантиметров. Ой, малыш упал. Они видят что-то вообще? Ну, чувствуют, конечно. А где они живут в обычной жизни? Забирайте, забирайте вот эту девочку себе. Тропико. Тропико, да? Да. Тропические ребята. Ой, очень аккуратно, да. Иди, моя девочка, сюда, говорит Ирина. Как мило. Аккуратно, мне кажется, можно поломать. То есть с ними надо вот так вот, да? Очень нежно, они очень хрупкие. Вы видите, по лакрасу они очень похожи на палочку. Ну да. Они в природе маскируются под нее. Они маскируются под ветки. И вот как с Ириной мы тут проводили эксперимент, если на палочника подуть, он начинает шататься, как ветка. Сергей, можете подуть на палочника своего? Вот, смотри. Танцы. Танцы? Да. И он начинает как ветка так шататься, как будто он кусок дерева. Слушай, не отличить, ну блин. Это, в принципе, из названия, наверное, сразу понятно, да? Палочники что-нибудь, как палочки. Вот, по идее, он так жестко выглядит, как реально деревянный. А вот он мягкий на ощупь. Да. Трогайте. Вот ты что. По-моему, на ощупь он тоже подкалочек. Это насекомое. Насекомое. Они тоже едят и с превеликим удовольствием. Сухие листья малины, но не с таким аппетитом, как свежие, конечно. Вы сказали, что у вас их много, да, вот детки подрастают. Они друг с другом как взаимодействуют? Уживаются ли? Ну, конечно, они катаются друг на друге. А взрослые друг с другом тоже? Тоже. Вот они у нас три живут в контейнере, в террариуме, все отлично. Можно у вас взять палочника? Конечно. А то вам куда пятнадцать-то? Конечно. То есть раздавать собираетесь? Да, мы не зарабатываем на них. Надо палочника? Думаю, нет. Смотри, там один остался у нас жить. Он сидит. В студии будет. Он сидит, ему хорошо, мы его можем на дерево посадить. Нет, вот узнать, мальчик это или девочка. 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 Как вы это определили? Ну, потому что у нас девочки, они девочки и рожают. Если родила, значит, это вряд ли мальчик. У вас еще есть животные в квартире. Как другие домашние питомцы к ним относятся? Кошка любит наблюдать. Есть, я не думал. Вот и кошка. Она у нас очень воспитанная девочка, она что попало, есть не будет. Но она наблюдает, ей интересно, как и мы наблюдаем за ними. Лапкой их там не бьет? Нет, нет. Ну, она садится и смотрит просто. А собаке им вообще неинтересно. Неинтересно. Давайте так, если вдруг какой-нибудь сейчас один из наших зрителей понял, что ему необходим палочник в семье, какие условия палочнику нужно создать для нормального существования? Обязательная поддержка температуры плюс 26-28 градусов. Ну, это комнатная температура, как обычная. И влажность. Каждый день, два раза в день обшикивать. Перрариум, да? Да, да, да. Палочку ставим, чтобы им было где передвигаться, на чем висеть. Под что мимикрировать? Да. И в грунт у меня отсыпан кокосовый субстрат. Еще можно торф. В общем, поддерживать влажность для них это очень важно. Тропики надо создавать. Да. Освещенность им не особо нужна. Вообще они ночью бодрствуют, хрустят нам листиками. О, прям слышно? Да. Это круто. Спишь, спишь, а тебя хруст по квартире. Люблю разных животных. Это палочники. Знакомьтесь с такими насекомыми. Можно дома разводить. Это недорого. Тем более, что есть заводчики, которые вам готовы отдать просто так. Но знайте, что они могут размножиться. Сколько примерно от одного палочника получится потомства? Штук 15, да? Нет, штук 200, а то и больше. О, о! Потому что яиц очень много, она за свою жизнь откладывает около тысячи яиц. Ну, 30-40% вылупляется из них. Сергей, я не знал, сейчас открытие было. Куда делись еще? Будем серьезный разговор. Куда делись 185 палочников? Ирина и Сергей Кулакотки, заводчики палочников. Вот такие насекомые. Мы с ними тоже сегодня. Руслан, ты видел их первый раз? Я первый раз. Я первый раз загадываю. Желание это палочники. Всем желаем их.